привет друзья есть у меня один такой любимый фильм бегущий по лезвию с харрисоном фордом главной роли очень красивое кино и там показано показана одна сцена в компании тэррл огромное помещение шикарными высокими панорамными окнами с видом на город на закат и вот какой-то момент харрисону форду нужно создать полумрак в этом помещении и эти окна огромные они начинают плавно затемняться сверху вниз автоматически выглядит так очень эпично я помню еще когда в девяностые годы увидел этот фильм очень меня эта сцена поразила я всегда хотел иметь такие окна прикольные и вот спустя много-много лет мне на самом деле удалось реализовать нечто похожее давайте я вам сегодня об этом и расскажу я нахожусь в загородном доме у которого имеются большие можно сказать панорамные окна здесь три секции по бокам две маленькие посередине большая большая секция по ширине 2 метра высоту 220 окна этого дома выходят на улицу по которой ездят машины ходят люди поэтому днем окна открыты а каждый вечер нам приходится их занавешивать ну чтобы не сидеть здесь в доме как на витрине как в аквариуме то есть процедура открывания закрывания штор она повторяется каждый день и однажды я решил упростить себе жизнь установив сюда рулонные шторы с автоматическим электроприводом шторы которые я изготовил сам своими руками я первоначально обращался в компании которые продают подобное оборудование выяснил что ценники там совершенно неадекватные и кроме того есть определенные сложности с установкой потому что вот у меня левая и правая стойка створки они короткие а моторы заводские которые предлагают фирмы они имеют форму трубы устанавливаются в перекладину и сам мотор он достаточно такой приличной длины не каждый мотор подойдет вот в эту узкую створку но дело даже не в этом решающим фактором конечно оказалось неподъемная цена в итоге я сделал все сам за разумные деньги из подручных материалов давайте я сегодня вам расскажу и покажу как это работает ну конечно у меня не было задачи сделать такое плавное затемнение как это показано в фильме хотя можно сделать его все зависит лишь от того какую какую ткань вы подберете можете подобрать темную ткань в мелкую сеточку и в принципе можно сделать плавное затемнение я выбрал такую плотную белую ткань она полностью непрозрачна и в то же время если закрыть окно то свет в комнату проникает получается такой эффект софтбокса то есть на просвет ничего не видно но при этом в помещении светло сам материал достаточно плотный выбирал такой с пропиткой чтобы он не мялся не складывался не искривлялся то есть похож чем-то на материал который используется для экранов проекторов к сожалению я не смог купить полностью в сборе всю эту конструкцию потому что у меня очень большое окно здесь в ширину 2 метра высоту 220 и такие рулонные шторы готовые в продаже я не нашел типа как в магазинах там икея леруа мерлен на заказ такие шторы достаточно дорогие а если мы говорим о рулонных шторах с электроприводом то там вообще какой-то космический совершенно ценник неадекватный что меня собственно и подвигло к тому чтобы сделать такие шторы самостоятельно потому что на такое огромное окно у меня еще три окна это будет там под сотку по моему так вот где 1080 стоит ну а здесь мне обошлось очень все бюджетно к сожалению осталось меня тут чуть-чуть бахрома по краям потому что ткань по ширине она вот ровно под мое окно я не смог купить ткань шире чем свое окно поэтому даже вот я ее по бокам ты не резал даже чуть бы хрома осталось но в принципе вот как раз она подошла утяжелитель надо вешать обязательно потому что иначе ткань будет опускаться не совсем ровно и может закручиваться я сделал утяжелителя взял две речки скрутил их винтиками насквозь купил пластиковый профиль такой г-образный влюра мерлен и наклеил чтобы это все общем эстетично смотрелось то есть он получился в меру тяжеленький и в то же время ну не отвлекает на себя внимание такой незаметный можно сказать сам механизм шторы вот с этими веревочками я покупал на алиэкспресс стоит он недорого то есть это абсолютно обычный такой ручной привод с длинной веревкой купил три штуки потом думаю блин выйдет из строя порвется надо еще купить я купил себе про запас у этого же продавца таких механизмов несколько штук в ожидании того что это порвется сломаются шестеренки пластиковые но вот прошло уже не знаю пару лет и вот она крутится и крутится я все жду когда она сломается запчасти есть но они вот не нужны то есть принципе механизм достаточно надежный по поводу открывания окон вот здесь большое окно у меня глухое боковушки у меня открываются конечно ткани это мешает но вообще если мне необходимо открыть окна например на распашку то эти полотна они снимаются там легко отстегивается и все то есть просто смотал рулон снял его и окно на распашку открыл но если на распашку не нужно то в принципе вот вот такая щель можно окно приоткрывать для проветривания нет никакой проблемы основой вала является полипропиленовая водопроводная труба которую я купил просто в люра мерлен самая обычная труба вот такая такая заглушка которая это часть того механизма который покупается на алиэкспресс такая как бы пробка можно сказать да с бортиками бортики и соответственно под них сделаны в трубе пропилы я их выполнял лобзиком расположенном чуть-чуть наискосок эта пробка она никак здесь не не приклеена не прикручена она просто плотненько вставляется и отлично себя чувствует и внутри этой трубы для придания и жесткости чтобы она не провисала я вставляю вот такую стальную трубу хромированную тоже из люра мерлен одна в другую замечательно входит несколько уже лет прошло года два наверное ничего в общем никаких проблем нету если вы когда-нибудь решите сделать подобную штору проблема с которой вы столкнетесь очевидно это будет то что при наматывании сматывание шторы ткань постоянно уходит то влево то вправо это настоящая проблема и поэтому к намотке ткани на трубу пришлось подходить очень ответственно это был долгий процесс разматывал всю ткань целиком по ней вот так вот катал трубу до от самого начала до самого конца и так много раз в холостую и гонял пока не не нашел то положение при котором она не уходит в лево или вправо сама труба и вот только тогда когда я уже много раз корректировал нашел это положение я уже тогда ткань закрепила с помощью двухстороннего скотча для ковровых покрытий но то есть вообще эта проблема такая была управляются мои шторы 12 вольтовыми моторами с редуктором за счет редуктора получается медленное вращение но развивается очень приличное усилие ведь шторы тяжелые центральная например штора при подъеме имеет значительный вес скорость вращения 30 оборотов в минуту покупал я моторы на и бы принципе стоят они недорого очень удобно что есть возможность реверсивного подключения это значит что при смене полярности мотор начинает работать в обратную сторону что касается проводки как видите она вся спрятана я использовал белый кабель-канал и правда в принципе много но они не толстые мне удалось их полностью убрать вот внизу там принципе ничего не видно тонкий кабель-канал провод уходит сквозь подоконник и понизу проходит вообще я стремился как и во многих своих проектах таких подобных создать такую систему при которой я не буду полностью переделывать окно да и безвозвратно все это делать то есть по идее если что-то у меня надоест сломается любая причина можно все это снять да вот винтики открутить мотор это уже снять останутся максимум дырочки которые можно закрыть пластиковыми заглушками таким мебельными маленькими и бесследно трубу все это снять и вернуть окно в его первоначальное состояние еще неожиданно неожиданной одной проблемы стало дребезжание вот этих веревочек когда они натягиваются окно поднимается или опускается они начинали вот так вот делать очень сильно болтаться перехлестываться я решил эту проблему установка вот такой направляющей которую я сделал из крепежа для полипропиленовой трубы может быть не очень эстетично но я не заморачивался потому что здесь у меня висит штора и она закрывает вот это место его все равно не видно поэтому на если не видно и так отлично то есть они перестали вот так вот громыхать и направляющая отлично работает весь мой проект построен на платформе arduino им он и управляется панели управления для моих что является вот такая коробочка я думал изначально сделать дистанционный пульт и пуль дистанционного управления но потом пришел к выводу что мне особо то это не нужно подошел кнопочку нажал вот такая вот коробочка здесь торчит два разъема давайте я сейчас вытащу и вам покажу что здесь вообще есть один разъем это питание второй разъем это управление моторами если эту коробочку открыть то здесь мы увидим вот такую красоту здесь стоит модуль arduino и модуль с реле но и кнопки соответственно если нужно добавить какую-то функцию я просто могу обновить прошивку то есть все как у взрослых производителей у меня выходит обновление если я что-то придумал новое просто заливают и прошивку в arduino и все погнали здесь реализован целый набор функций полезных принципе устройство получилось достаточно простое в управлении но сложная в логике и настройки поэтому даже вот у меня есть документация такая как бы это простая для членов семьи для детей здесь в картинках я нарисовал что как и почему какие кнопочки нажимать и 2 есть документация исключительно для меня потому что у меня много проектов я могу что-то забыть как там реализовано что сегодня помнишь поэтому вот я это писал сам для себя можно сказать такую памятку как тут чего работает настраивается в принципе очень удобно то есть одно мне другой выдал детям но уже дети все запомнили тут в принципе сложности никаких нету здесь есть кнопка питания то есть включили устройство работает электроника можно и не выключать оставить его все время в активном режиме основное это просто кнопка вверх кнопка вниз нажали поехали все шторы вверх нажали вниз поехали все вниз есть возможность поднятия одной какой-то шторы избранной ну мало ли вот мы хотим одно окошко только открыть так как это не шаговые двигатели обычные с редуктором у них подъем ограничивается по времени то есть каждая штора замеряется время какое нужно для подъема и опускания и на в настройках задается эти настройки можно здесь корректировать не прибегая к перепрограммированию arduino то есть предусмотренная функция при которой я могу добавить секунду или убавить секунду для каждой шторы принципе они двигаются четко одновременно поднимаются опускаются через какое-то время через несколько циклов они могут чуть-чуть рассинхронизироваться но это не проблема то есть есть еще дополнительные кнопочки как бы ручное управление буквально вот для каждой стороны вверх вниз вверх вниз и я могу каждую сторону как бы подправить их опять вывести в одинаковое положение они потом будут нет несколько циклов опять исправно работать ну что еще сказать ну есть защита виде сигнализации от не попытки опустить шторы когда они уже опущены или поднять когда они уже подняты тоже это предусмотрено в принципе все работает как часы я очень доволен может быть можно было сделать как-то интереснее удобнее красивее но мне меня так все устраивает в темноте лампочки светится все достаточно красиво вот если нажимаем вверх загорается лампочкой шторы поехали открываться Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то скажет, наверное, ну человек и заморочился, да, столько возни, просто подошел, штура раздвинул. Ну, ребят, это же увлечение, это приносит радость. Не то, чтобы это какой-то тяжелый труд, и я как на галерах сидел, все это собирал. Это в удовольствие, поэтому я думаю, люди, которые увлекаются электронными устройствами, меня в этом поймут. Ну, на этом, пожалуй, и все. Надеюсь, мой проект вам понравился, и кого-то он, может быть, вдохновит на нечто похожее. Ставьте лайки, мне будет приятно. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok